Таких учреждений в Челябинской области всего два. Магнитогорский детский сад номер 35 помогает развиваться и познавать мир малышам с нарушениями слуха. Сюда везут своих детей жители ближних районов и деревень. Как педагоги учат глухих и слабослышащих детей общаться с миром и понимать речь взрослых, расскажем в нашем сюжете. В этой детсадовской группе почти никогда не бывает шумно. Малыши играют в полной тишине, потому что родились глухими. Только на занятиях с дефектологом они начинают слышать чужую речь и пытаться говорить сами. Доминике 4 года, но она уже умеет читать. Девочку научили этому в первый год обучения в садике. Ведь чтение для глухих и слабослышащих детей – один из способов получения информации о мире. Есть нарушение слуха, следовательно, за этим идет нарушение отсутствия речи. А отсутствие речи – это отсутствие речевого мышления, потому что речь – это орудие мышления. У них нет представления, нет названий для каждого предмета совершенно. Это пустое поле мозг. Мы формируем не только умение говорить, мы в первую очередь формируем представление, что вот это стол, это стул, даем ему название, каждому действию. Из всех детей, посещающих 35-й детский сад, более половины – инвалиды по слуху. Коррекционную работу с ними ведут три дефектолога и два логопеда. К школе слабослышащие и глухие дети, как и обычные, умеют читать, писать, считать, решать простые задачи, а еще мастерски владеют дактильной речью. Подобный Магнитогорскому Центр развития ребенка есть только в Челябинске, поэтому детей в 35-й садик везут со всех ближних районов. С Верхнеуральского района у нас дети есть, потом бывает с Башкирии дети приезжают к нам, ну и поскольку родители не могут их каждый день возить, а коррекционная работа проходит каждый день, поэтому пришлось открыть круглосуточную группу и оставлять таких детишек на ночь. В 35-м детском саду нет младшей или подготовительной групп, детей разделяют по степени глухоты. С появлением государственного финансирования операции стали открываться и логопедические группы. Дети, которым вживили имплантанты, начинают слышать и сами говорить. Листья под, листья под, листья желтые, листья, листья желтые, листья, голые, бути, голый сад. До имплантации у нас не было речи вообще, ни речи, ни понимания, соответственно, ребенок ничего не слышал. Сейчас на момент операции прошло три года, чуть более, и мы говорим, понимаем и слышим, это самое главное. Мечта мамы Екатерины, чтобы ее сын учился в обычной школе, а не интернате. Педагоги 35-го садика гордятся успехами Марка, как и достижениями всех без исключения своих воспитанников. Слабослышащие и глухие ребята побеждают в спортивных соревнованиях и наравне с обычными детьми становятся звездами детских театральных фестивалей.